Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова и сегодня мы поговорим о том, где должен стоять выездной регистратор во время свадебной церемонии. Что ж, интересный вопрос, будем сегодня разбираться. Существует несколько классических вариантов постановки выездного регистратора на свадебной церемонии. Так вот, для нашей страны, для России, для ряда стран СНГ характерно расположение выездного регистратора сбоку. И тут возникает хороший вопрос, с какой стороны должен стоять регистратор? Справа, например, со стороны жениха или слева, со стороны невесты? Так вот, ответ на этот вопрос может дать сам регистратор, либо команда, в которой он работает. Никаких правил по постановке регистратора справа или слева не существует. Это уже на усмотрение специалиста, либо команды, либо по желанию жениха невесты. Как я уже сказала, это классическая схема постановки выездного регистратора в России. Как правило, в Европе, откуда и пошла выездная регистрация, откуда и пришла выездная регистрация в нашу страну, свадебные церемонии мейстеры, как правильно их называют, афишент, вэдинг афишент, что в дословном переводе свадебные священнослужители, располагаются посередине. То есть, тем самым, они находятся в центре данного события и являются центральной фигурой, которая берет на себя полномочия, данные не только государством, но и богом, скрепить данный союз. Поэтому они по праву занимают свое главное центральное место, тем самым являются связующим звеном между женихом и невестой. Как вы уже поняли, это центральное место занимает священнослужитель, священник, либо другое лицо, наделенное властью. Центральное расположение характерно для европейских стран. Иногда вот эту манеру перетягивают и в России, но зачастую это не является необходимым и, как правило, пара, создавая выездную регистрацию, также акцентирует внимание на том, чтобы в центре арки располагались только они вдвоем, не было никакого третьего лишнего человека, чтобы фотографии были красивыми, чтобы на видео их было двое. Они, как главные герои своего праздника, располагаются в арке красивой конструкции свадебной одни. Поэтому регистратор в России располагается сбоку. Поскольку в России регистратор не является человеком, наделенным государственной или божественной властью, поэтому его расположение посередине уже не оправдано. Тем самым он может спокойно переместиться в сторону, освободив пьедестал для главных героев сегодняшнего события. И тем самым, обратите внимание, комфортно работать и с парой, и с гостями. Потому что, как правило, человек, располагающийся в центре, посередине, работает только с парой и уже зрительного контакта со зрителями и диалога, тем более, вернее монолога, который способен спровоцировать диалог, уже не получится. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Вот они две классические схемы. Когда регистратор располагается в стороне, как бы сбоку, но не сбоку, припеку он также является главной персоной, который и ведет выездную регистрацию брака. При этом располагаясь сбоку, он может контактировать не только с парой, но еще и с гостями. Он будет рассказчиком и проводником истории любви. Если же пара выбирает вариант номер два, когда она ставит регистратора посередине, то здесь важно понимать, что регистратор будет работать только с парой. То есть это будет некий сакральный момент на них троих, а гости уже будут не участниками данной церемонии, а лишь наблюдателями. Это два классических варианта, выбирая которые вы в любом случае не прогадаете. Уместно поставить выездного регистратора и посередине, и сбоку. В России, как я уже сказала, предпочитают расположение именно сбоку, справа и слева. Это уже на ваше усмотрение. И сейчас в завершении эфира я расскажу вам о двух неклассических вариантах постановки выездного регистратора и рекомендую вам так не делать. Итак, первый вариант это когда выездной регистратор стоит в арке посередине, а молодые стоят лицом к регистратору, но спиной к гостям. Этого делать не надо. Кто увидит ваши эмоции? Никто не увидит ваши эмоции. Кто увидит вас? Никто не увидит вас. Это схема, которой пользоваться нельзя. И еще один вариант, который я не рекомендую использовать, это когда пара занимает свое почетное место, располагаясь посередине, в центре арки, а выездной регистратор занимает также место посередине, стоит напротив молодых и получается спиной к гостям. Ну, это просто неуважение. Так что берите на заметку, теперь вы точно знаете, где должен стоять выездной регистратор во время свадебной церемонии, ну а в следующий раз мы с вами разберем последовательность выходов на выездной регистрации. Это тоже очень важно. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами была Ирина Амурова и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.